И вот так и жил пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям. Не спасывалось что-то, он сразу же делал. Не спасывалось что-то, сразу же делал. Вопрос на сегодня очень все любят по углам шушуковаться многоженству. Вот, говорит, как же так, вот это необязательно. Такая и была программа. Даже этот вопрос, если взять. Да, пророк, саллаху алейхи вассалям, не женился, пока не было это аята. И берите, женитесь на двух, трех, четырех, а если вы не сможете, тогда только на одно. И он сразу начал после этого жениться. И брать две, три, четыре, я вас вонтали, разрешил ему больше, чем всех людей. То есть не спасла саляту, а сразу его принимает, делает. Сахабы смотрят на него, сразу же за ним следует. Сами анаватарна. Мы услышали, услышали, и сразу начинают повиноваться. Все, в другого пути нет. Вот этим путем шли. Дальше что-то не спасылает, и шарят Аллаха, начинает дальше делать. То есть он, говорит Аллаху альхи вассалям, в этом аяте объясняет. Я следую лишь тому, что не спасылается мне в откровении. Как не спасла вас в Куране, так и он делает. Все, в другого пути нет. А сегодня субханала изобретаются миллионы путей, но только не следует Курану. Только не следует Сунни, следует своим страстям. Потому что так выглядело. Потому что сегодня популярным стало не быть единобожником, не носить бороду, не следует Сунни, короткие штаны, осмеяние и так далее. Разве это путь пророка Мухаммада и Сахабов стала популярным? Что ты? О, ты че? Как ты выглядишь? И начинает смеяться, шутить, злословить за спину этого человека, поедая его мясо. Может быть, он лучше перед Аллахом, чем вы. А вы вредите только самим себе, и вы не следуете пути пророка Саласаляма. И более того, вы входите в ширк, вы становитесь мушиками, по которым плачет огонь, если только вы не сделаете толпа. Аллах Сфантали говорит, что он не спасал пророков. Для чего? Чтобы они указали путь. И только их последователи достойны милости Аллаха. И Аллах Сфантали говорит, воистину мы окажем помощь нашим посланникам. И верующим. Смотрите, посланники и верующие. Опять приходят. Сначала Амбия, а затем Мутмину. За ними идут верующие. В мирской жизни. И в тот день, когда предстанут свидетели. Сфера Аль-Мутмин, 51 ая. То есть, если ты нашел что-то в сунне, нашел в шариат, и что тебе сказал право Мохаммад, и сказал в шариат, ты обязан следовать, тогда ты будешь верующим. И Аллах Сфантали окажет тебе поддержку и в этой жизни мирской, и в той жизни. Даже если ты не получишь каких-то благ. Что тебе важнее? Золото? Или тебе важнее Куран, Сунна, и шариат, и важнее милости Аллаха? Надо делать выбор, братья. Если ты выбираешь дунью, как мы приводили, говоря о Куране, разбирая Куран подробно, пожалуйста, тебе будет дано, может быть, пол дуньи. Ты будешь иметь монотон в свете, только будешь иметь огонь. Огонь, растопка которого будут люди и камни. Если же ты следуешь за пророком, саллаху алейхи вассалям, тогда Аллах Сфантали говорит, мы окажем поддержку и в этой жизни, и в той жизни, когда придут свидетели. Придут свидетели этих же пророков, которые будут свидетельствовать, и которые у нас сидят из ангелы, писцы, которых не дремлют, не хотят спать, не есть. Вот они из ангелы. И они будут свидетельствовать против каждого из нас. Помните об этом.